Всем привет, ребят! Сегодня мы с вами посмотрим полуприцеп от производителя НашАвтопром Полуприцеп МАЗ-9380-2 Давайте перейдем, посмотрим коробку, откроем ее, извлекем прицеп и будем смотреть ее детально Вот в такой коробке продается прицеп, достаточно массивный Массивная коробка Информация на нижней части коробочки Модификации разных прицепов Информация года выпуска, грузоподъемность, кто производитель таких прицепов Давайте сейчас я открою коробку и посмотрим, что за прицеп Прикинем его к разным тягачам, каким подходит, каким не подходит Начнем Вот такой полуприцеп МАЗ-9380-2 Достаточно такой он, нелегкий я скажу, ну и не тяжелый, такой среднего веса где-то Все хорошо проработано, прорисовано, достаточно все детализировано Никаких нареканий на модель прицепа нет Вот передняя часть Вот боковая часть Имеется какой-то ящик, наверное инструментальный или еще какой-нибудь Имеется крылья, они пластиковые Посмотрим заднюю часть Бампер тоже у нас выполнен из пластмассы Имеются задние фонари, стоп-сигнал, поворотники Сразу скажу, что тент у них съемный Достаточно легко он снимается Тент пластиковый Скажу, что очень хорошее литье То есть достаточно все сделано копимом, тудажным То есть все замечательно Кузов прицепа Также вот мы видим, есть имитация ребер Но это не ребра, а такие вот канавки Давайте посмотрим нижнюю часть В нижней части у нас имеется запасное колесо Я его правда снимать не пробовал Вот эта вот подставка, не знаю как правильно она называется Она не складывается, не складная Но вот эти вот ролики, они крутятся Что еще хочу сказать Ну, хочу вам сказать и доказать Может быть вы узнаете без меня Что данная модель прицепа подходит только на тягачи На верные тягачи от этого же производителя От наш автопром Есть у меня один тягач, МАЗ Давайте сейчас я вам покажу, как он цепляется Вот такой тягач у меня, МАЗ-504 Прицеп хорошо подходит на него То есть на седло цепляется Как раз вот отверстие в седле Видите, да? Вот оно как раз для этого прицепа То есть он хорошо зацепляется Можно посмотреть, что и седло тоже у нас подвижно На этой модели Обзор я на нее делал То есть вот оно Держится, не расцепляется Все нормально поворачивает Неплохо, конечно, смотрится Ну и что-то у меня расцепилось В общем, такой прицеп подходит у нас только на тягачи От производителя наш автопром Отлично все смотрится Правда, вот удручает, что не складывается Вот эта подставка Давайте посмотрим дальше Есть у меня тягач от производителя Леком Это КАМАЗ-5410 Хочу сказать, что на данное седло прицеп не подходит Из-за того, что видите, посадочное место На седле отверстие большое Если мы прикинем прицеп на седло Он у нас просто будет слетать С него Хотя тоже, смотрите, вот КАМАЗ С данным прицепом классно смотрится Наверное, КАМАЗ тоже таскали мазовские прицепы Да скорее всего таскали То есть никак не подходит он на КАМАЗ этот прицеп То есть бесполезно его Хотя, если поставить просто там, не знаю Фотосессию устроить или на полку То тоже неплохо смотрится Есть у меня тягач от автоистории Это автомобиль ЗИЛ К данному тягачу прицеп не подходит Даже вот по отверстию седла То есть не стоит их скрещивать Они даже по весовой категории разные Но тем не менее, я вам все-таки это покажу Отверстие здесь очень маленькое На ЗИЛ он не цепляется Даже смотрите, ЗИЛ он Как-то даже смотрится Видно, что прицеп огромный для такого тягача Для ЗИЛ шли свои прицепы С более меньшей грузоподъемностью Вот это я вам так показал Скорее всего, может быть, вы знаете Но во всякий случай На этом мы закончим с вами обзор Данного прицепа МАЗ-9380-2 Всем, кто смотрел, всем спасибо Ставьте лайки, пишите комментарии И всем пока Увидимся, ребят